Что перемычки над окнами, они по картинкам которого мы, соответственно, приобретаем. О планировках застройщик подумал. Новостройку можно проверить. Чуть дальше расположена промка. Красная смородина, черная смородина. Ее просто уходить даже некуда, поэтому и двери все сгнили. Но когда сюда попадает влага, ей, соответственно, уходить некуда. Разрушает кирпич. Но вот видно уже, вот влага сюда попадает. Первый подъезд, второй подъезд. Тоже, знаете, не лучшее решение. Как спускаться, честно говоря, непонятно с коляской. Половину его украли. Знаете, такой человек в деревню такой приехал. Болотная трава, трелки уже поотваливались. Издалека все, друзья, смотрится красиво. Здесь уже все провалилось. Друзья, добрый день. Мы с вами в Химках у жилого комплекса Мишина. Сейчас мы с вами посмотрим первую очередь. Как сдал застройщик, потому что я всегда говорю, что нужно, если есть данные объекты, приходить и, соответственно, их смотреть, чтобы принимать решение, стоит ли приобретать тебя, либо выбирать уже другой объект. И потом посмотрим стройку Мишина-2. Почитал отзывы про жилой комплекс, про Мишина-2. Многие пишут, что специфическое место, что озеро не обустроено, ну и так далее. Я, естественно, приехал сюда сам, чтобы убедиться и вам показать, как все на самом деле. А вы, друзья, обязательно меня поддержите подпиской на канал и вашим комментарием. Погнали! Озеро смотрится красиво, но вот видите, вот это место здесь уже все провалилось. Причем это синтетический материал, это не настоящее дерево, это пластик. И через какое-то количество времени, обратите внимание, какие здесь просто дырения. Домики смотрятся красиво, частный такой сектор. Озеро тоже смотрится красиво, но вот сюда я, честно говоря, даже заходить не хочу, потому что не хочется, знаете, чтобы нога провалилась туда вовнутрь и там, не знаю, потерял, например, свой кроссовок. Дома построил застройщик. Соответственно, здесь вот такие есть таунхаусы, есть обычные частные дома и невысотный жилой комплекс. Издалека все, друзья, смотрится красиво. Озеро достаточно облагороженное. Я, кстати, очень надеюсь, что вот в этом камне не водятся змеи, потому что бывает такое, что змеи, когда размножаются, им нравится сюда заползать, там прохладно и потом вылезать, чтобы погреться. Территория достаточно здесь комплекса обширная. Вокруг все в лесу. Вот она строится, как раз вторая очередь, Мишина-2. Ну, здесь, знаете, тихо, свежий воздух, тишина. Часы, которые отстали от жизни. Видите, обратите внимание, стрелки уже поотваливались. Качественные часы сделали, но вот сама такая, знаете, сам этот арт-объект достаточно, конечно, интересный. Но, как мы с вами видим, воплотили его, к сожалению, не так, как, наверное, хотелось бы. Есть скамеечки вот так посидеть, поддыхать. Есть, соответственно, шлагбаумы, заезд, выезд на закрытую территорию, футбольное поле. Вот уже такие поросли пошли. Ну, а мы сейчас с вами пройдем во дворы. Посмотрим, что во дворах, как это все сделал застройщик, что с фасадами и всем остальным. Территорию здесь, конечно, не особо видно, что она, знаете, ухоженная, просто так какая-то осок растет. Болотная трава. Здесь, наверное, в этих кадушечках должны были быть какие-то кустики деревца, но тут, к сожалению, ничего нет. Из основного это школа и детский сад. Застройщик только сейчас начал это все возводить. Соответственно, нужно детей куда-то возить. И вот это, я так понимаю, единственный ближайший магазин. А так, в принципе, в шаговой доступности есть. Авру, друзья, это гостевой дом. Был очень похожий на магазин. Жалко, что магазина здесь нет. Так что за продуктами нужно будет куда-то ходить или, соответственно, ездить. Парковка для автотранспорта. Протоптанные вот такие. Знаете, такой человек в деревню такой приехал. Тут раз, так и небольшие малоэтажные домики есть. Сетуют на то, что с парковкой здесь вечером проблемы. Потому что парковочных мест не хватает. Но вот сейчас день. Видно, места есть. Не сказать, что их много. Сегодня как раз суббота у нас. Шестое июля. И с местами здесь пока все хорошо. Ладно. Пойдем по тропинке. Посмотрим на дома. Пятиэтажные дома. Красиво смотрится фасад. Фасадный кирпич здесь, так назовем его, базовый. Последний этаж смотрится интересно. Интересно, главное, чтобы в квартирах не было жарко. Как там кровля сделана, тоже такой, знаете, вопрос. Видим, что люди ставят кондиционеры, потому что в домах жарковато. Видим, что есть, как и, скажем, практически стандартные. То есть больше, чем стандартные окна. Такие расширенные световые конструкции. Вот такие окна в пол. Практически, наверное, можно назвать эти панорамные. С таким, с элементами французского балкона. Обычные фонари. У первых этажей свой вход-выход. Где-то есть вот такой винт-фасад. Но пока, знаете, ну так нормально. Приятно, что территория, конечно, большая озеро. Есть, где погулять, походить. Флаг Российской Федерации. Ничего себе. Асфальт. Тротуары. Знаете, такое ощущение, что половину его украли, потому что можно сделать было пошире. Безбарьерная среда. Идешь, идешь, идешь. И вот как спускаться, честно говоря, непонятно с коляской. Об этом почему-то не подумали. Вот эти вот такие выходы на терраске. И, соответственно, свой получится у тебя два входа-выхода у жителей первого этажа. Здесь в квартирах газ. Детский садик впереди мы с вами видим. Достаточно большой. И приятно, что прямо в том дворе есть детский сад. Здесь уже территория более ухоженная. Видно, что подстригли газон. Но четко газону тяжело назвать. Знаете, такая просто трава, которая растет с того времени, которую поливает дождик. Не знаю, поливает ли ее застройщик или нет. Давайте сюда пройдем. Ну да, машин, конечно, очень много припаркованных. Не считая того, что кто-то в отъезде. Цоколь у здания из плитки. Тележки от обслуживающей организации видны. Видим с вами приямок. Тут все открыто в плитке. Цоколь из асфальта. Тоже, знаете, не лучшее решение, потому что асфальт пропускает влагу. Ну и вот мы с вами видим стандартный двор. Спортивная площадка. Тут уже поставили, полагаю, сами жители. Ну и детская площадка. Травмобезопасное резиновое покрытие. Ну вот тут, знаете, кустики так с озеленением-то не очень. Ну и детская площадка сама такая, знаете, достаточно, по мне, скудненькая. А видим, что первый подъезд, второй подъезд. Чтобы подняться, у нас, соответственно, есть ступени с коляской. У нас есть вот такой двухэтажный тамбур. Ну и, соответственно, такая обычная дверь металлическая с обычным визитовским замком. Да, вон он, входной. Ну такой из недорогих. Кирпич фасадный смотрится красиво. Расшивка сделана красиво. Ну вот видно уже, вот влага сюда попадает. И, соответственно, шпаклевка, штукатурочка попадала, соответственно, вниз. Ну вот по такому, конечно, родители не дадут соврать. Подниматься, спускаться, конечно, не очень комфортно. Лучше бы, знаете, они сделали бы все в уровне землей. Ну, если уже сделали так, хотя бы здесь был бы какой-то пандус. Вот видим, да, как кирпич уже разрушается тоже не очень приятно. Здесь отморска, вот видите, уже вот здесь провалился грунт, потому что проходит сквозь асфальт влага. Ну и, соответственно, возникают вот такие, друзья, нюансы. Пойдем дальше, посмотрим дворы. Но в целом, знаете, такое ощущение приятное. То есть ты за городом, а оно без машины здесь, конечно, мне кажется, тяжеловато, потому что общественный транспорт ходит. Ну вот я от Химок доехал за 12 минут. Это без пробок. А, полагаю, с пробками это будет на порядок дольше. Сам я вот остановился тоже в Химках, арендовал жилье. И отсюда мне добираться достаточно удобно. Плюс для меня еще удобно то, что когда ты ешь из Питера, Химки, это один из первых районов по дороге в Москву. Если обратить внимание на последний этаж, то видим, что разрушается фасадный кирпич. Это говорит о качестве гидроизоляции, либо о качестве, соответственно, самого кирпича. Но, полагаю, скорее всего, гидроизоляция, потому что вот видно, как раз где отливы идут кирпич. И вот он начал разрушаться, и вот здесь сверху. То есть вот монолитное перекрытие. Они вот его металлом вот так зашили, закрыли, и видно, герметиком плохо промазали. Поэтому вода скапливается и разрушает кирпич. А кирпич в этот фасадный, он, друзья, пол. Внутри там отверстия. Машин, конечно, да, здесь, друзья, достаточное количество. Полагаю, что в будние дни, утром, вечером здесь, конечно, машин достаточно много будет припарковано. Потому что отдельно какого-то паркинга нет. Классная эффективность издания Б+, повышенный. Но вот все бы ничего, если бы не вот этот отваливающийся кирпич. Что, естественно, не очень-то хорошо. Ремонт стоит значительных денег. Вот видим, как он падает вниз. Штукатурка. Еще приямок. Здесь вот уже плитами каким-то, рубероидом закрыли. Ну-ка, почему у нас дверь открыта? Давайте зайдем. Вот видно, что это тоже сами делали. То ли, чтобы не скользко было, то ли, чтобы еще что-то было. Когда сюда попадает влага, есть, соответственно, уходить некуда. Здесь на первых этажах кладовки у людей. Ну, такое. Бардак. Но зато хотя бы не видно влаги. Вот так вот. Ничего такого здесь нет. Инженерные сети обычные. Ничего здесь сверхъестественного. Вот, обратите внимание, вот они, как эти плиты, которые не скользят. Какая-то спрессованная резина, переработанная. Прикрепили вот на эти печечный марш, который здесь просто был бетонный. Возможно, это был застройщик. Возможно, уже управляющая компания. Но, конечно, радует, что вокруг большое количество зелени. Лично для меня это плюс. Но тут по пандусу тоже видно, да, что вот все уже начинает отваливаться. Кирпич пустотелый тоже вот разваливается, подходит. Здесь тоже со стеной штукатурочка с бетона падает, что не есть приятно. И вот здесь поверху мы видим аналогично. Знаете, дом со временем приходит в такой, знаете, скажем, ужасный достаточно вид. Потому что вот она, видно. То ли это, наверное, может быть, действительно кирпич некачественный попался. Но вот странно, не знаю, обращались ли собственники по гарантии к застройщику, либо не обращались. Обращались, и если обращались, вот интересно было бы прочитать комментарий, что им ответил застройщик, почему это вот на данный момент все вот в таком неказистом виде. Впереди с вами видим еще один приямок. Вот тут, видите, вода стоит. Ее просто уходить даже некуда. Поэтому и двери все сгнили. Ну, в общем, практически все, как и в том. Своя газовая котельня. По городским, вернее, областным тарифам. Из плюсов черная смородина, красная смородина. Это, наверное, уже посадили, мне кажется, люди. Такая парковочка. Достаточно компактная. Ну, вот он, посад, который здесь закреплен на... Забыл, как это крепление называется. Пролоки какие-то торчат, непонятно для чего это. Скорее всего, от застройщика осталось. На заклепке, да. На заклепках. Ну, вот он под дерево, так смотрится симпатично. Главное, чтобы ничего не отваливалось. Ну что, тут мы, в принципе, с вами все посмотрели. Давайте проедем и посмотрим, что здесь со стройкой. Мы с вами, друзья, на Вашутинском шоссе, вдоль которого как раз лесной зоны шоссе расположен жилой комплекс Мишина-2. Шоссе достаточно оживленное. Вот даже сегодня суббота, вроде выходной день. А временем-то у нас там полчетвертого. И обратите внимание, какое достаточно, скажу, интенсивное движение. Издалека комплекс смотрится красиво. Обращаю внимание, что весь конструктив – это бетон. Заполнение фасадов газоблок, утеплитель и, соответственно, кирпич. Здесь фасады зданий, на мой взгляд, на мой вкус, смотрятся симпатичнее. Но нужно учесть, что здесь кроме леса чуть дальше расположена промка и есть линии электропередач, сокращенно ЛЭП. Отсюда видим в разборе часть фасада. Кирпич, утеплитель, утепляет как раз монолитные конструкции. Видим газоблок. Видим, что сложено все достаточно хорошо. Видим также большие окна. Выглядит пока что все достаточно достойно. У каждого объекта должен быть паспорт объекта. Этот, естественно, объект не исключение. Здесь мы видим, как расположены вдоль леса и шоссе здания. Видим школу и видим, кто заказчик, генеральный подрядчик. И начало и окончание работ. Видим, что окончание работ – это четвертый квартал 2023 года. То есть, получается, изначально уже стройку перенесли на сдачу на целый год. Сейчас у застройщика заявлено – это четвертый квартал 2024 года. Заходим с вами, друзья, на сайт Министерства строительства. Открываем жилой комплекс Мишина. Вот как раз вторая очередь. Так, застройщик. Специализированный застройщик Юинвест. Уставной капитал у компании почти 100 миллионов рублей. И видим, что ввод в эксплуатацию четвертый квартал 2024 года. Новостройку можно проверить и посмотреть, не были ли задержки. Потому что, как мы уже поняли, сроки перенесли на год. Вот смотрим степень строительства и идем в самый конец. Срок увеличен на три квартала. Один квартал – это три месяца. То есть, на девять месяцев увеличен срок строительства. И первоначальная дата передачи квартир дольщикам увеличена на два месяца 30 дней. Ну, это, в принципе, с одной стороны, немного. Но так как у застройщика других объектов нет, то, соответственно, риск, друзья, всегда присутствует. Квартиры здесь от застройщика однокомнатные стоят от 6 миллионов 800 тысяч рублей на июль 2024 года. Для себя отмечу, что мне не всегда нравится планировочное решение. Но вот здесь планировочное решение я бы, друзья, отметил. Даже в маленькой студии есть специально, знаете, сделана стенка, чтобы отделить жилую комнату, 14 квадратных метров, от, соответственно, кухни, которая там 5 с копейками. Даже есть и прихожая, и ванная. То есть, в принципе, здесь про о планировках застройщик подумал и сделал хорошо. Ну, а двухкомнатные, трехкомнатные могут похвастаться большими кухнями, гостиными. И по несколько световых проемов в одном помещении. Также обращаю ваше внимание, что на данный момент вдоль шоссе нет никаких тротуаров. А если повернуть и посмотреть, где иду я, то обратите внимание, какой здесь достаточно узкий тротуар. Ну, грубо говоря, на одного человека. А если кто-то идет, например, девушка с коляской, в которой ребенок, то тебе придется отходить в сторону, потому что он, ну, такой метр, наверное, 10-20 метров максимум. Конечно, хотелось, чтобы было пошире, тротуар был вдоль, соответственно, двух сторон данного шоссе. Дома смотрятся красиво. Пять этажей, подземный есть этаж. В подземном этаже кладовые помещения какие-то в первой очереди. Кирпич, на мой вкус, смотрится красиво. Смотрятся красиво балконы, остекленные от застройщика. И вот такие декоративные элементы. Не знаю, вот они пропускают воздух или нет, непонятно. Но вот смотрится красиво. И красиво сделан последний этаж. И обратите внимание, что у него окна намного больше, чем у всего остального здания. Первые этажи, это, соответственно, коммерция. Сейчас мы с вами видим, что идут земляные работы. Строители есть, даже в касках, что, на мой взгляд, достаточно приятно. Прямо у комплекса, шаговая, очень ближайшая шаговая доступность. Мы с вами видим остановку общественного транспорта. Вот одна остановка, и вот там приезжающая остановка. Поэтому, в принципе, добираться хорошо. Но, напомню, конечно, здесь без машин достаточно будет, наверное, не очень комфортно. Потому что на общественный транспорт вы будете тратить больше времени. Или, если доезжать, к примеру, на прокатном электросамокате до МЦД Химки, и оттуда уже ехать до станции метро или прямо в город, куда, соответственно, вам нужно. Но вот обратите внимание, друзья, на фасад здания. По мне, смотрится очень красиво. И намного интереснее это все сделано, нежели чем в первой очереди застройщика. Вот напишите ваше мнение, на ваш взгляд, как выглядит этот фасад, и поставьте ему оценку по пятибальной шкале в комментарии. Чуть дальше еще одна новостройка. Через дорогу здесь, друзья, обращаю ваше внимание, что частный сектор. И вот это ближайший продуктовый магазин к этому комплексу. Есть еще здесь то ли пятерочка, то ли магнит. Все время их путаю. Но до которого ехать нужно на автомобиле минут, наверное, так 10-12. Ну или уже за это время, в принципе, можно и доехать до самих Химок, где МЦД станция. И там большое количество коммерции, где можно что-то купить. Но из плюсов понятно, что когда сдадут в эксплуатацию этот жилой комплекс, так на первых этажах коммерция, в первую очередь откроется, что у нас это пункты выдачи заказов. Откроется шаверма, откроется пиво. Ну и все, как мы с вами любим в наших любимых новостройках. Конечно, видовые характеристики на Химкинский лес это просто круто. Вот это уже все лес идет, его вырубать нельзя. И будет, конечно, очень приятно смотреть из своих окон на лес. Очень надеюсь, что рендеры застройщика будут совпадать с действительностью. И озеленение, дворовая территория будет такая, как нарисовано на его сайте, по картинкам которого мы, соответственно, приобретаем здесь жилье. Ну и не только здесь. Также обращаю внимание, что по мне хорошо расположены дома. Нет никаких колодцев, которые лично мне не нравятся. Вот видим, что привезли ограждающие конструкции. Чтобы вот такой цветопрозрачный здесь зеленого цвета забор. Вот, наверное, вдоль вот этой огражденной вот таким забором территории. Вот здесь, друзья, с вами очень хорошо видим, как уже поставили направляющие для того, чтобы вот сделать вот вент-фасад такой же, как и здесь. Здесь в центре кадра практически камера поворачивает. Вот так. Видим, как последний этаж для того, чтобы была хорошая гидроизоляция, закрыли все рулонным материалом. Видно даже вот отсюда, что сделали хорошо. Молодцы. Также мы видим, что перемычки над окнами, они из бетона. Это тоже большой плюс, потому что металл ржавеет, а бетон это, скажем, вечный материал. И мне нравится, что сами окна, они черного цвета, смотрятся достаточно стильно. Но еще из плюсов, что есть газ. Лично по мне, газ это хорошо. На мой взгляд, у комплекса достаточно хорошая транспортная доступность, потому что есть и остановки общественного транспорта, прямо вот выйдя из вашего дома. Также можно и на автомобиле, или на другом каком-то виде транспорта доехать до МЦД Химки, а оттуда уже либо до станции метро выйти раньше, либо прямо в центр города, либо где-то по пути, туда, куда, соответственно, вам нужно. Из плюсов также для меня, что первый этаж – это коммерция, где в дальнейшем после сдачи появятся и магазины продуктовые, и пункты выдачи, и все остальное. И будет, конечно, комфортно прямо выйдя из дома, зайти в продуктовый магазин и приобрести все, что тебе нужно. Никуда не нужно ехать далеко. Ну и, конечно, Химкинский лес – это, по мне, свежий воздух, экология, ну и прекрасный внешний вид. Друзья, пишите в комментарии, какие вы хотите увидеть жилые комплексы на обзоре на моем канале. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, а не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю – до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok